Частную усадьбу в городе Обь затопило кипятком. На котельной, которая располагается рядом и отапливает многоэтажные новостройки, сорвал у кран. По словам местных жителей, кипяток три часа лился на улицу. Как сейчас выглядит дом, его территория и намерены ли коммунальщики компенсировать, ущерб узнал Александр Сульдин. Ой, вообще вода идет. Вот она она. Прокапываем, чтобы пошло. Но она уже возле дома. Беспокойное воскресенье выдалось у жителей этого дома на Садовой в городе Обь. Семья, папа, мама и двое детей в мороз сидели дома и играли в настольные игры. Им сообщили, вас топит. Экстренные меры результата почти не дали. Профильные службы, несмотря на заявки, которые делали местные жители, откачивать воду не спешили. Затопило гараж. Здесь погреб находится с овощами. Все затоплено. Вон вода бежит. Сегодня двор покрыт 15-сантиметровой коркой льда. Затоплен и замерз погреб с прошлогодним урожаем. Канализация дома. Лед давит на отмостку, которую сделали в прошлом году. Не знаем, что весной будет. Потрескается, не потрескается, все равно. А двор залит бетоном. То есть бетон весь покорежит. А еще на огороде начнет таять снег. Вода от него пойдет поверх льда и затопит подполье. Весь этот хрустящий лед, затопленная усадьба с канализацией. Все это последствия аварии вот на этой котельной. По словам местных жителей, там сорвало кран и кипяток. Хлынул на улицу. Затапливал ее несколько часов подряд. Котельная отапливает многоэтажки, что недавно выросли возле частного сектора. По словам местных жителей, ее контролирует управляющая компания, которая обслуживает высотки. Выезжала как раз за ребенком, поехала. Я была просто в шоке, что вот это вот все произошло. А управляющая наша просто принято. Она просто, ей не звонишь, они недоступны. В чате им пишешь, принято пишет, все. Пострадавшую усадьбу приходил представитель организации. Обещал, что хозяевам компенсируют стоимость утраченных овощей пострадавшей канализации. Однако ущерб может быть гораздо больше, насколько станет ясно весной. Александр Сульдин, Евгений Агеев, Новости ОТС.